Здравствуйте, уважаемые друзья. С Вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук и в этом видеоподкасте рассмотрим смещение сычуга у коров. Смещение сычуга это болезнь, при которой сычуг, один из отделов желудка корова, меняет свое нормальное топографическое местоположение. Смещение сычуга бывает правостороннее и левостороннее. Смещаясь в левую сторону, сычуг проходит между наружной поверхностью рубца и левой стенкой брюшины. Газы, которые образуются внутри него увеличивают объем камеры сычуга. В запущенных ситуациях он сильно растяивается в брюшной полости коровы. Правостороннее смещение сычуга встречается реже. Сычуг раздувается до входа в тазовую полость и заполняет место кверху назад по правой брюшной стенке. Иногда встречается даже заворот сычуга, то есть его скручивание. Смещение сычуга это довольно распространенное заболевание у высокопродуктивных коров Западной Европы и США. Там он регистрируется в разных хозяйствах по-разному, от 0.5% до 5%. Хотя есть данные, что на некоторых фермах данным заболеванием поражено до 20% стада. Это огромные цифры. На постсоветском пространстве это заболевание тоже актуально, хотя процент заболеваемости несколько ниже. Средний процент заболеваемости составляет пока где-то 2-3%, но тенденция идет к неуклонному возрастанию. Особенно этот процент увеличивает глаштинофрицкие коровы. У них к этой болезни предрасположенность. У коров этой породы данное заболевание регистрируется у 3-8%. Даже эти, казалось бы, пока небольшие проценты приводят к очень большим экономическим потерям. Ведь очень часто коров со смещенным сычугом приходится выбраковывать преждевременно и представьте себе, сколько стоит корова глаштинофрицкой породы. Интерес ветеринарных врачей к данному заболеванию в последнее время значительно вырос. Этому есть две причины. Первая, это массовый ввоз из-за рубежа всех тех же глаштинофрицких коров. И вторая, это содержание молочного поголовья в хозяйствах по новым технологиям. Да, современные технологии, высокоэффективные, позволяют получать много молока, но одновременно с этим эти технологии и породили эту патологию. Малейшие отклонения в технологии кормления и содержания ведут к появлению данного заболевания. Да и не только к смещению сычуга, а и ко многим другим заболеваниям. Других болезней мы тоже коснемся, но чуть позже, других видео. Сейчас же поговорим о смещении сычуга. Формата видео не хватит, чтобы полностью раскрыть даже аспекты только этого заболевания. Так вот, наиболее часто в 80% случаев смещение сычуга проявляется в первый месяц после отела, а из числа зарегистрированных случаев около 20% в первые и вторые сутки после отела. Причем 85% общего количества установленных смещений сычуга приходится на долю левостороннего смещения. Правостороннее смещение встречается значительно реже. Развитию данной патологии способствует ряд факторов. Пониженный тонус желудочно-кишечного тракта, залеживание, резко освободившийся объем брюшной полости при сниженном объеме рубца, часто после тяжелых трудных отелов. Существует мнение, что кормление высоко концентрированными кормами приводит к более быстрому опорожнению рубца. При этом большее количество непереваренных частиц концентрированного корма попадает в сычуг, что ведет к продолжению процесса ферментации и накоплению в нем газов. В большинстве случаев смещение сычуга происходит также при наличии в корме очень мелкодисперсных частиц корма, особенно концентратов. Особенно часто это наблюдается при резкой смене рациона новотельных коров для получения большого молока и возможности сепарации корма коровами. То есть, у животных есть возможность выбирать корм, который им нравится. Усугубляющими факторами можно считать послеродовые осложнения, болезни вымени, гипокальцемию, недостаточный уровень энергии в рационе и организме животного. Недоброкачественная корма, недостаточное количество корма, потребляемое животным, а также корма, способные к быстрому брожению, также ведут к смещению сычуга у коров. Наличие кетоновых тел в крови и снижение возбудимости блуждающего нерва также провоцирует возникновение данного заболевания. При рационе с большим удельным весом концентратом и дефицитом клетчатки у стельной коровы малый объем рубца позволяет растущему плоду занять значительную часть брюшной полости и менять топографию сычуга в направлении в период и к средней линии живота. При отеле брюшная полость освобождается от значительной массы, а это плод плюс околоплодные воды, ну это где-то 70 кг и более. Поэтому после отела образуется пустота, которую довольно быстро занимает переполненный газами, атоничный и уже частично смещенный сычу. Причиной болезни может быть также расширение сычуга газами или кормовыми массами из-за нарушения его эвакуаторной функции, пилораспазма и как следствие некоторых болезней при желудке, например, при ацидозе рубца, а также при непроходимости начального участка тонкой кишки. Недостаток объема сухого вещества порождает дефицит клетчатки в рационе сухостойных коров, а после их отела практикуется избыточное скармливание неструктурных углеводов для форсирования лактации и это тоже дополнительный фактор развития болезней. Как бы и много причин вызывает смещение сычуга, но в итоге существует два основных фактора риска возникновения этого заболевания. Первый фактор это отел. В большинстве случаев заболевание возникает вскоре после отела. Во время беременности матка смещает сычуг после отела, сычуг должен вернуться в нормальное положение. Следовательно, риск возникновения заболевания возрастает. Второй фактор это атония сычуга. Если сычуг перестанет сокращаться, перемешивая содержимое, в нем накопится газ, в результате чего он может сместиться в верхнюю часть брюшной полости. Как я уже сказал, наиболее часто данная патология проявляется в первый месяц после отела. Из числа зарегистрированных случаев около 20% в первый день после отела. Наибольшая вероятность развития смещения сычуга у коров с такими диагнозами, как ацидоз рубца, ламинид, задержание последа, молочная рихорадка и тот же мастит. Объяснением этого могут служить нарушения правил и норм кормления. Корова в запуске должна получать необходимые питательные вещества, примерно 11 кг сухого вещества рациона, где концентраты занимают не более 30%. Если этот объем сухого вещества корова не съедает, например, некачественная сила, сенаж, сено, то автоматически увеличивается процент комбикорм в рационе и развивается ацидоз рубца. Недостаточное количество потребляемой клетчатки одновременно вызывает сокращение объема рубца. Объемистые корма не должны быть тонко измельчены. Сбой в пищеварении происходит из-за перенасыщения концентратами. Сычуг наполняется газами, раздувается и не может занять первоначальное положение. Причиной болезни могут стать и резкие подъемы и падение животного. Причины смещения сычуга могут привести и к другим осложнениям, к примеру, к завороту кишок, что вообще лечет за собой очень даже быструю гибель животного. На сегодняшний день эффективная терапия смещения сычуга сводится к хирургической коррекции путем подшивания сычуга к брюшной стенке. При хирургическом вмешательстве применяется множество технологий, включая вспарывание обеих боков. Одним словом, это достаточно затратно и лучший способ избавить коров от риска смещения сычуга это профилактика данной патологии. А ключ в профилактике это правильное кормление коровы. Оптимальная структура рациона это содержание клетчатки не менее 16-18% от сухого вещества корма. Концентрированных кормов не более 45% по питательности для коров. Разница между рационом для коров позднего сухостоя и для коров на ранней стадии лактации должна быть минимальной. Также необходимо убедиться в том, что корова не страдает избыточным весом. Известна прямая корреляция между повышенной упитанностью и случаями возникновения смещения сычуга, хотя нормальный вес коровы это тоже результат правильного кормления. С целью недопущения смещения сычуга необходимо предотвращать и незамедлительно лечить такие болезни, как молочная лихорадка, метрит, мастит, задержание последа, которые сокращают потребление пищи коровы. Есть данные, что коровы, отдыхающие на левом боку, менее подвержены данному заболеванию. Сейчас даже принимаются меры по конструированию станков, побуждающих животных лежать именно в этой позе. Хотя, вот что удивительно, работая на производстве, мне неоднократно приходилось сталкиваться со смещением сычуга у коров. Но никогда данное заболевание не встречалось в коровнике, которую построили еще мои родители. Казалось бы, никто никакой технологии конструирования коровника и не соблюдал. Что называется, строили, строили и наконец построили. Но стоило было так устроено, что корова даже при большом желании не могла отдыхать на правом боку. Этому мешала цепь. Причем цепь была так приспособлена не случайно, а еще тогда мои родители без всякого на то образования знали, что если корова будет лежать на правом боку часто, то у нее могут быть заворотки шок. Таких мудреных слов, как смещение сычуга, они не знали. А то, что частое лежание коровы на правом боку, это не к добру, знали. Это ноу-хау передавалось от поколения к поколению. Эти знания позволяли подольше сохранять продуктивное долголетие коровы. Корову держали по 10-12 лет. Поэтому профилактика смещения сычуга должна быть превыше всего. Лечение же достаточно затратно, иногда бывают ошибки в диагностике. Также лечение требует много человека часов. Один только ветврач без помощников не сможет провести ни консервативное лечение, ни хирургическое вмешательство. При смещении сычуга эффективно только хирургическое вмешательство, к сожалению, но при этом всегда падает продуктивность животного. В последующих видео я расскажу о том, как диагностировать смещение сычуга и какие бывают подходы в лечении данного заболевания. А пока на этом все. Здоровья Вам и Вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч.